СМС-сообщение СМС-сообщение Результаты опроса пользователей портала Garant.ru показывают, что более половины опрошенных, 51%, проявляют осторожность и никогда не реагируют на подозрительные СМС-сообщения. Еще 28 респондентов, ставших жертвами мошенников, самостоятельно совершили действия, после которых баланс на телефоне значительно уменьшился, а 21% пользователей не отправляли сообщения и не отвечали на звонки, но деньги все равно списывались. По данным экспертов, каждый год при помощи различных уловок со счетов абонента списывают более 10 миллиардов рублей. Среди наиболее часто встречающихся случаев обмана абонентов можно выделить недобросовестность операторов мобильной связи, мошеннические действия третьих лиц, мошеннические действия особой категории третьих лиц, так называемых контент-провайдеров, а также мошенничество с целью получения доступа к банковскому счету. Самым распространенным видом обмана является недобросовестность операторов мобильной связи. Сотовые компании находятся в более защищенном положении по сравнению с абонентами, так как последние могут только выбрать присоединиться к предполагаемому операторам публичному договору, либо нет. Поэтому иногда компании сотовой связи злоупотребляют своими правами по установлению условий договора с пользователем или допускают иные нарушения закона, такие как подключение платных услуг, в том числе платных смс-сообщений по инициативе оператора. Часто при этом услуга на период тестирования оказывается бесплатна, а затем с абонента начинает взиматься плата. Отправка смс-сообщений с предложением поучаствовать в смс-лотерее или смс-векторине без указания стоимости одного исходящего смс-сообщения с ответом на вопросы векторины. При этом вопросы часто оказываются несложными, что поощряет абонента отправлять ответы на них в надежде выиграть и получить обещанный приз, а тариф на такие смс-сообщения в несколько раз превышает обычные расценки. Также операторы достаточно часто допускают разглашение содержания входящих или отправленных смс-сообщений или иных персональных данных абонента. Роспотребнадзор разъяснил порядок действий пострадавшего абонента в таком случае, подчеркнув необходимость соблюдения претензионного порядка разрешения конфликта. Следующим видом обмана абонентов являются мошеннические действия третьих лиц. О наиболее известном способе мошенничества уже не раз было сказано, и большинство граждан уже не верят безликим смс-сообщениям с просьбой перевести деньги родственнику, якобы оказавшемуся в беде. Однако мошенники становятся все более изощренными и заставляют абонентов перечислять им деньги, представляясь, к примеру, сотрудниками сотовой компании и предлагая дополнительные услуги или сообщая о ложной блокировке телефона. Вместе с тем, возможности таких мошенников, непосредственно не взаимодействующих с операторами связи, к счастью, значительно ограничены. Также довольно распространенным видом обмана абонентов являются мошеннические действия особой категории третьих лиц, так называемых контент-провайдеров. Оператор сотовой связи заключает с ними договоры, в соответствии с которым контент-провайдеры предоставляют абонентам различные платные сервисы и услуги с использованием предоставленных операторами коротких номеров, а операторы осуществляют техническую поддержку деятельности провайдеров. При этом плата может взиматься с абонента как за входящие смс-сообщения с короткого номера, так и за исходящие сообщения на такой номер. К наиболее распространенным способам мошенничества с использованием коротких номеров относятся содержание в смс-сообщении ссылки на интернет-сайт, перейдя по которой можно заразить операционную систему телефона вирусом, периодически отправляющим без ведома владельца телефона смс-сообщения на короткие номера, либо единовременно списывающим значительную сумму со счета. Смс-сообщение либо звонок якобы от имени оператора с предложением сменить тариф, подключить новые услуги, разблокировать телефон и т.д., для чего от абонента требуется отправить ответное смс-сообщение. Последнее, естественно, окажется довольно дорогим. Получив такое сообщение, следует удостовериться, что оно пришло именно от сотового оператора, прежде чем отвечать на него. Зачастую с короткого номера приходит смс-сообщение о пополнении счета, после которого абоненту звонит злоумышленник, извиняется, и просит перечислить ошибочно направленные на счет абонента деньги. В этом случае есть смысл посоветовать позвонившему обратиться к сотовому оператору или проверить баланс, так как короткий номер, с которого пришло сообщение о пополнении счета, может использоваться мошенником. Также недобросовестные контент-провайдеры отправляют смс-сообщение о необходимости перерегистрироваться в сети якобы после установки нового оборудования. Абоненту предлагается набрать определенную комбинацию цифр на клавиатуре телефона, в результате чего некоторая сумма денег переводится мошеннику или же последний получает доступ к личному кабинету абонента на сайте оператора и осуществляет перевод самостоятельно. Недобросовестные провайдеры, чтобы вынудить абонента отправить смс-сообщение на короткий номер, могут задействовать и компьютер, например, такими способами, как заражение компьютера вирусами, вирусом, вызывающим блокировку компьютера баннером, возникающим при загрузке или запуске интернет-браузера. При этом сам баннер содержит информацию о коротком номере, на который надо отправить смс-сообщение, чтобы баннер исчез. Следует помнить, что отправленное, опять же, недешевое смс-сообщение не гарантирует получение кода разблокирования компьютера. В этом случае лучше изучить сайты компаний, распространяющих антивирусные программы. На многих из них в открытом доступе размещены коды разблокирования компьютера для каждого из коротких номеров, указываемых на баннерах. Также провайдеры с помощью компьютера используют всплывающее окно, содержащее сообщение о том, что аккаунт пользователя в той или иной социальной сети взломан, и для его восстановления необходимо отправить платное смс-сообщение на короткий номер. В этом случае лучше самостоятельно зайти в свой профиль на социальном сайте и удостовериться, что все в порядке. Также мошенники могут прислать сообщение о том, что компьютер пользователя заражен вирусами с предложением провести проверку жестких дисков. Если пользователь соглашается с проведением проверки, запускается имитирующая ее анимация. Результаты проведенной проверки пользователь опять же может получить только после отправки сообщения на короткий номер. Для телефонов с современными операционными системами мошенники разрабатывают специальные приложения, внешне безобидные и даже полезные, в которых незаметно для пользователя зашито вредоносное программное обеспечение. Такие скрытые программы действуют по принципу компьютерного вируса и также могут существенно уменьшить баланс абонента, отправляя смс-сообщение на платные номера без предупреждения хозяина телефона. Разновидностью смс-мошенничества с использованием коротких номеров является так называемая подписка. Это означает, что деньги неправомерно списываются со счета абонента с определенной периодичностью, для чего достаточно отправить смс на короткий номер или совершить определенные действия в интернете только один раз. Стоит упомянуть также о мошенничестве с целью получения доступа к банковскому счету. Мошенники могут использовать сайты магазинов в интернете, требуя для подтверждения оплаты указать данные банковской карты, имя владельца, срок действия, номер карты, трехзначный номер проверки подлинности на обороте карты и даже пин-код карте не в специальном поле на сайте магазина, а в смс-сообщении на короткий номер. Еще один способ мошенничества заключается в отправке смс-сообщения с информацией о том, что банковская карта якобы заблокирована, и для ее разблокирования необходимо позвонить по определенному номеру или отправить на него сообщение. Иногда мошенники требуют набрать на терминале банкомата определенную комбинацию цифр, и факторы испуга и внезапности не позволяют гражданам даже усомниться в факте блокировки карты после того, как банкомат принял ее и подтвердил корректность пин-кода. Для того, чтобы не лишиться денег со счета, следует внимательно смотреть на короткий номер, с которого пришло смс-сообщение, и сверять его с официальным коротким номером банка. Звонить только по указанным на корпоративном сайте банка телефоном и помнить, что сотрудники банков никогда не будут требовать передачи данных банковской карты, включая пин-код к ней. Итак, что же делать, если вы уже стали жертвой смс-мошенников? Алгоритм действий должен быть следующим. Первое. Получение от компании сотовой связи детализации счета для установления факта незаконного списания денег, а также время и сумму списанных средств. Второе. Извещение мобильного оператора о факте смс-мошенничества и неправомерном списании средств со счета обычным или электронным письмом по телефону, в офисе связи или путем заполнения заявки на корпоративном сайте оператора. Укажите сумму, на которую уменьшился ваш баланс, короткий номер, который использовали злоумышленники, а также иные обстоятельства. Поступить таким образом лучше и в том случае, когда вы распознали обман. Это поможет обезопасить других абонентов от действий недобросовестного владельца короткого номера. Аналогичное заявление составляем и одновременно направляем провайдеру, использующему соответствующий короткий номер. Узнать наименование организации провайдера можно, как правило, на корпоративном сайте оператора. Даже если абонент сам подписался на платную смс-рассылку, оператор может вернуть часть списанных средств добровольно. 3. Если оператор сотовой связи отказал в возврате списанных средств или не прореагировал на обращение, вы можете написать жалобу в Роспотребнадзор и одновременно заявление в полицию о мошенничестве. Кроме того, вы можете обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба, а если в результате неправомерных действий были разглашены персональные данные о возмещении и морального вреда. При этом рекомендуем указывать в исковом заявлении сразу двух ответчиков – оператора сотовой связи и провайдера. В судебной практике встречаются случаи признания виновной стороной именно оператора, который фактически распространял информацию, несмотря на то, что за содержание смс-сообщения отвечал провайдер. Сохраняйте все смс-сообщения, полученные из короткого номера или отправленные на него. Фотографии из сотового телефона признаются судами доказательствами по делу. Судебную практику по таким делам еще нельзя назвать полностью сформировавшейся. Однако в последнее время суды все чаще встают на сторону абонентов сотовой связи. Особое мнение было в эфире в студии адвокат Михаил Пахомов. Ждем ваших звонков и писем. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!